В День знаний в городском округе открылись новые объекты образования. И этот юбилейный год для любриц не стал исключением. На улице Урицкого, где раньше располагалась 13-я школа, распахнуло двери современное общеобразовательное учреждение на 825 мест. Кабинеты для начальных классов уже украшены шарами. На партах главный атрибут первоклассника – азбука. В просторной столовой расставлены стулья и посуда. Спортивный зал в полной боевой готовности. Новая 26-я школа в ожидании своих воспитанников. Школа уютная, современная, просторная. Более 14 тысяч квадратных метров. Четыре этажа. Имеется актовый зал на 475 мест. Просторная столовая на 430 мест. Хореографический зал, тренажерный зал. Наша гордость – огромный спортивный зал, который сам по себе может вмещать огромное количество спортивных мероприятий уже профессионального уровня, потому что площадь его составляет более 400 квадратных метров. Школа укомплектована. По проекту вместимость 825 мест. На сегодняшний день, на 1 сентября, придут 876 детишек. А дети, их родители и педагоги тем временем уже выстроились в школьном дворе. В первых рядах главные виновники праздника. Я буду стараться учиться на пятерке. Хотя сегодня особенный день для каждого ученика школы новостройки. Открытие этого объекта все ждали с нетерпением. Торжественная линейка объявляется открытой. Вам хочется пожелать, чтобы вы все учились только хорошо. Чтобы первоклассники, конечно, через 11 лет закончили эту школу. Чтобы старшеклассники, ребята, те, кто заканчивать будет в этом году нашу школу, конечно же, выбрали тот вуз и поступили. Милые солнечные первоклассники, дорогие школьники, уважаемые родители. От имени губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича и от правительства Московской области позвольте поздравить вас с Днем Знаний. Именно от вас, ребят, будет зависеть, в какой стране нам жить. Именно от вашего добросовестного и дерзновенного труда в школе. Ведь вы будущие архитекторы, инженеры, деятели культуры, спорта, здравоохранения. После того, как праздничная линейка завершилась, первоклассники отправились в свои кабинеты и заняли места за партами. Теперь они полноправные ученики. Чтобы хорошо учились, чтобы одни пятерки получали, чтобы слушались учителя, чтобы одни пятерки, чтобы самые лучшие желания исполнялись. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...